Ну тут как бы можно сидеть с друзьями, чилить, вот это вот этим вот заниматься, снимать видясики всякие прикольные, прыгать, вот это вот понимаешь? Ну мне нравится, в принципе диван-то хороший. Приветствую вас, мои хорошие, на канале Телекоплей, с вами Людочка Мазочек, и сегодня мы играем с вами в Хаос Флиппер, будем делать новые заказы. Для этого мы с вами купим целый новый дом, да, потому что мы давно не покупали никаких домов, как тут мои животные поживают. Еда, вода у всех есть, покушать пока, так, мне кажется у змеи ничего нету. Змею нужно наполнить, так, я нажимаю наполнить, что-то не наполняется, видимо змеи хватает еды. Я знаю точно, у кого все кончилось, это морская свинка, она та еще проглотка у Людочки. А если не хочешь разориться, не покупай себе морскую свинку, совет от Люда Мазок, номер один за сегодняшний день. Ну что ж, подходим к Нубуку, смотри, значит, это питомцев можно купить, нам нужен браузер с вами. Мы должны с вами купить дом. О-о-о, смотри, дом в поезде. А где это выдано было? А вот у нас такого, а у нас такого не было. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я, может быть, такой хочу теперь. Нифига себе дом, в который можно въехать. Там отсылки всякие к друзьям. Блин, ну я даже не знаю, я теперь хочу купить эту вагонетку, но я понимаю, что там ремонт нормально не сделала. Давайте следующую серию сделаем с вами ремонт в вагоне. Вот, а пока что давайте купим дом, который требует ремонта. У меня 16 миллионов, поэтому, конечно, я смогу все это сделать. Мы сегодня с вами по заказам будем делать комнату тиктокера. Поэтому посмотрим, как живет нынешняя молодежь. Что они прячут у себя в шкафу и, конечно же, за кадром. Так что присоединяйтесь к Людочке. Людочка вас научит, как быть хорошим тиктокером. Значит, смотри. Ну, квартирка вполне себе уютная. Ля, тут даже кто-то выргал на выходе. Ну, понятно же, тут когда-то жили тиктокеры. Видишь, сразу видно, что они ее выргали. Но мне кажется, что это тоже отсылка к сериалу «Друзья». Потому что в сериале «Друзья» тоже был вот этот вот настольный футбол. Была вот эта вот индейка. Два сидения напротив стола. Вот эта вот собака. Это 100% отсылка к комнате Чендлера и Джо. Реально, смотри. И уточки, уточки. Вот это прикол. Вот это вот я случайно наткнулась на легенду. Смотри, это комнаты, значит, ребят. Дам-дам. Блин. Смотри, тут даже комнаты похожи. Хе-хе-хе-хе-хе. Очень мило. Ну что ж, очень уютная квартирка. Мне она очень понравилась. Но мы начинаем с вами убираться. Потому что, ну, это ненормально, что тут как бы есть перья вон всякие. Птичьи личности. Телефон. Включить свет, включить свет. Ух ты. Блин, ну знаете, я, наверное, что-то здесь оставлю. Потому что, в принципе, мне немножечко нравится вот эта вот херня. Мне нравится телефон. Лампу я пока что уберу. Вот это вот я продам. Это тоже продам. Это нам не надо. Мы же тут делаем с вами комнаты. Так, курицу нам тоже не надо. Потому что зачем она нам как бы... Мы все делаем здесь с нуля. Кухня, в принципе, мне тоже нравится. Но я бы, наверное, ее тоже бы привела в порядок. Холодильник, кстати, хорош. Можно я чуть-чуть что-то тут такое вот оставлю? Потому что, в принципе, мне нравится, как выглядит кухня. Я так чисто ее приведу в божественный вид. Чуть-чуть. Приберемся здесь говню всякую уберем. Так, телефон оставим. Блин, прикиньте, впервые в жизни это первая квартира, в которой мы не продаем все. Представляешь? Вот, я хочу, чтобы осталось вот так, потому что так мне нравится. Так очень красиво, только надо будет помыть. Вот это пусть стоит точно так же. Почему бы, собственно, нет? Мне не собачка, дартс. Дартс нам не нужен на кухне, потому что случайно можно попасть в еду. Поэтому не играй в том месте, где у тебя еда. Понятно? Все, пингвинчик... Блин, пингвинчик тоже топовый. Не, ну ладно, давайте вот это вот продадим. Наверное. Блин, ну что ж так... Что ж так засрано? Картишки, блевота. Смотри, какая-то непонятная рыгота. Ножки, булдышки. Вон дама лежит. В картишке они играли на раздевании, небось. Плесень на полу, что-то засрано. Ой, случайно продала диван. Ну, ничего страшного. Так, вот это вот я все можно продам. С вашего позволения я это все продам. Спасибо за внимание, спасибо. Спасибо, я это тоже продам. Сделаю красиво. А здесь что? А, здесь у нас ванная комната с уточками. Уточки поклоняются чему-то там. Не знаю чему, но надеюсь, что не нам. Так. Ой, кстати, вот так вот тоже очень миленько. Давайте я вот так вот продам. Вот так вот. А потом мы сами что-то понаставим здесь. Ну, вот видишь, какая уютная комната в конце концов получилась. Очень мило. Очень мило. Не каждый раз мы так с тобой делаем. Так вот это вот продаем. Все-таки комната тиктокера в конце концов. Видимо, этот тиктокер любит у нас сериал «Друзья». Обожает просто какой-то престарелый тиктокер, судя по всему. Потому что, ну... Потому что. Давайте вот здесь сделаем комнату тиктокера. Потому что здесь комната позволяет ее сделать. Может быть, даже сделаем квартиру тиктокера. Чего бы, собственно, и нет. Я думаю, нам на серию с вами хватит. Вот это вот все с вами продаем. О! Окно продала. Ладно, ничего страшного. Трусики. Тут, видимо, были какие-то ванханалии и оргии. Я не знаю. Потому что здесь и женское белье, и мужское. Поэтому, ребята, будьте осторожны с желаниями. Так, выпал откуда-то медведь. Кто-то спрятал медведя. Все. Комната у нас зачищена. С этой комнатой мы будем с вами работать. А, подождите. Давайте я еще в соседнюю комнату все продам. Все-таки, я думаю, мы сделаем квартиру тиктокера. А может быть, даже двух тиктокеров. Может быть, ты знаешь, живет мальчик и девочка. Как бы, которые там что-то делают. Обдыщи, обдыщи. Всякие дела. Хорошо. Ой, какая полка. Но мы ее продадим. Знаешь, как бы полка это все славно. Это все круто. Но мы все продадим. А мы начинаем все с нуля. Хамяка продаем. Вот эти вот кофейные кружечки. Не кружечки, собачки, не собачки. Светильник, не светильник. Лошади, не лошади. Все это долой. Потому что мы хотим красоту. Давайте вот это вот. Убрали какашку. Убрали какашку. Вот эта комната маловато. Если честно. Нам нужна комната побольше. Потому что мы можем не уместиться здесь. Так, приведем здесь порядок. Давайте с вами. Так, тут какие-то чипсончики разбросаны. Все еще. Все еще кто-то разбросал чипсончики. Их надо абсолютно убрать. Абсолютно. А они, судя по всему, смотри. Они, судя по всему, за этим. А где мусор-то? А, вот он. Блин, я не хочу случайно... А, это тоже мусор был. Я не хочу случайно продать что-то не то. Мне понравилась эта квартирка. Так. Закрываем комнату. Значит, в этой комнате будет жить у нас очаровательный тиктокер. Давайте поставим здесь окно. Давайте какое-нибудь поставим красивое окно. Но мне, кстати, понравились вот эти вот окна. Они вполне себе выглядят неплохо. Можно сделать их какими-нибудь такими вот серовато-белыми. Блин. Но они как бы такие какие-то. Странноватые, если честно. Может быть, давайте темный дуб. Вот, красный дуб. Смотрится неплохо и хороший вид. Ну, как? Ну, вот. Отлично. Отлично. Так, тиктокеры это типа блогеры. А блогеры эти люди, которые любят у нас все белое. Поэтому нам обязательно нужна с тобой стена. Абсолютно белого цвета. Так, обои. Обои, 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 обои. Так, ну, обои, конечно, это классно. С другой стороны, нам нужен и фон. Ну, давайте сделаем... Нет, я думаю, надо все-таки белый. Знаешь, почему нужно белый? Потому что я тебе сейчас покажу. Вот, кристальный возьмем с тобой. Кристальный, you know. И начинаем с тобой делать кристальный ремонт. Ну, это не белый, это кристальный, знаешь. Это такой типа серовастый. Ну, тоже неплохо. Хорошая альтернатива, если тебе надоел белый. Как бы... Белый тоже хорошо, но он тоже может надоесть. Поэтому это для тех, кто такой думает, фу. Белый это как в больнице. Это типа что-то не очень. Но на самом деле это очень. Просто ты не шаришь, понимаешь? Так, обычно это квартиры какие? Съемные, правильно? Поэтому мы должны тут как-то максимально сделать шубит, что это типа съемная квартирка. Все дела вот это вот туда-сюда. Что тут мы типа как бы снимаем, живем. Вот это вот практикуемся. И вот это вот всякое такое. Так, ну что ж. Здесь у нас должна быть какая-нибудь кровать. Место для съемки. Думаю, что оно все-таки тиктокер. Вот, поэтому как-то так. Так, давай вот так. У меня есть одна идея, как это сделать. Но скорее всего получится комната для девочки тиктокера, нежели для мальчика. Поэтому извините. Извините. В мужских комнатах обычно ничего там супер не выделяется. Поэтому у нас сегодня девчачьи комнаты. Так, а будем делать потолок. Потолок в принципе белый, нахер его делать. А давайте посмотрим, что мы можем с вами сделать с полом. Пол это не лава. Так, пол. Нет, пол. Пол и потолок. Так, покрытие. Серый линолеум. Напольная потолочная плитка. Потолочная панель. Может быть положить деревяшку вот такую вот. Вот, смотри. Светлую деревяшку. Ой, фу. Что-то она как-то не очень. Вот, вот это получше. А то та что-то была какая-то не очень. Мне она не понравилась. Так. Вот так. Вот смотри. Я продаю вот это. И я продаю вот это. Потому что мне не понравилось, как смотрится окно. Все-таки я хочу, чтобы окно было больше вписывалось в интерьер. Давайте сделаем его таким вот серовастым. Окошком. Вот так вот будет лучше. Вот, в разы лучше. И здесь поставим дверь, которая тоже будет в разы лучше. Белая дверь. Кстати, двери сейчас актуально делать именно белыми. Ты где тут у нас дверки, дверки? Покажите нам, пожалуйста, дверочку. Все. Основа комнаты готова. Вот такая вот получилась комната для тиктокера а-ля начало. Вот, значит, смотри. Нам нужно место, где он будет снимать свои ролики. А, подожди. Сначала нам нужно с вами вот что сделать. Смотри. Внимательно осматриваем, что нам может пригодиться. Нам нужно что-то. Так, окно, пол, потолок. Это не то. Это не то. Так, электроника. Это все телефоны, малефоны. Совсем не то, что бы я хотела, конечно. Нам нужна с вами светодиодная лента. Так, настенные лампы. Вот, светодиодная лента. Смотри, два метра с повышенной интенсивностью. Берем. Обычно там такой фиолетовый цвет или какой-то синий. Поэтому мы сделаем фиолетовый. Смотри. Часть снизу кладем. Часть кладем снизу. Давай. Это все-таки комната тиктокера. В конце концов. Вот так вот. По всему периметру просто. Так, и сверху. Оп. Оп. Вот. Смотри. Теперь берем более маленькую. Давайте возьмем 0.25. Посмотрим, подойдет она нам или нет. Втыкаем здесь все. А, 0.25. Это вообще прям малютка, да? Это вот сюда. Раз. Ну. В принципе, можно вот так, конечно, сделать. Видите, какая прелесть. По 0.25 в пиндюхале. Так. Опа. Ну вот. Уже лучше. Уже, уже, уже начинает вырисовываться. Реально начинает вырисовываться комната будущего тиктокера. В конце концов, нам здесь коллаборации снимать. А если ты хочешь хорошей коллаборации, ну, типа, обустрой комнату, чтобы все хотели к тебе приходить. Берем теперь ленту на 1 метр с повышенной вот этой вот освещенностью. Чтобы все заходили такие, ох ты ж, ёпты ж, вот это да. Вот это у тебя тут это самое красотень. Все. И получается, мы теперь берем вот этого малыша по 0.25 снова. И втыкаем его в остатки роскоши. Впихнуть невпихуемое называется. Во. О. Ну, слушай, красиво, блин. Я там забыла моментик один сделать. Ну, ладно, ничего страшного. А, Людочка все-таки женщина уже пожилая. Мозг не держит, поэтому надо принимать витамишки. Знаешь, рыбий жир, вот это вот все. Типа, если хочешь, чтобы у тебя были здоровые шелковистые волосы, как у Людки. И не выпадали никогда, а такие были блондинстые. Принимай рыбий жир. Рыбий жир тема. Все. Это есть у нас. Можно еще, кстати, смотри. Мы можем еще с вами сделать вот что. Мы можем с вами попробовать взять вот такой вот зеленый кислотный цвет. А оно крутится. И обложить вот это вот окно. Позвольте обложить окно. Давайте обложим окно. Ну вот. Вот так вот выглядит пока что наша комната. Вся такая красивая, яркая, интересная. Ну, а почему нет? Понимаешь? Мы же все-таки делаем с тобой комнату. Смотри. Потолочные всякие. Давай-ка с тобой посмотрим. Нам нужно что-то типа облачка. Потому что наши ребята любят делать типа такое вот, как будто бы небо. Знаешь, такую вот вату лепить на потолок. Как будто у тебя там небо горит. Красивое такое. Но у нас нету ничего такого пока что. Поэтому давайте пойдем с вами в мебель. Нам нужна с вами спальня. Нужна обязательно кровать. Ого. Это что за... А, это кровать, которая качается. Слушай, нам нужна кровать, которая немного места занимает. Вот, кстати, вот эта мне кровать нравится. Она такая в стиле лофта. И, в принципе, прикольная. Можно сделать такой вот белый матрас или сероватый матрас с какими-нибудь вот такими вот красивыми, интересными этими самыми все-таки. Или с голубым таким каким-то оттенком. Мне нравится вот этот вот. Такой типа белый вот этот вариант. Очень классно смотрится. Давайте посмотрим. Ну, кстати, смотри. Вполне себе такая крутая зона для съемки получается. В принципе. Но хочется как-то это все поставить так, чтобы у нас было предостаточно места с вами, чтобы можно было поснимать. И хочется, чтобы окно как бы было. Поэтому надо подумать. Кровать достаточно гигантская, хочу тебе сказать. С другой стороны, если ее поставить где-то... Блин, что она не ставится? Почему? Слишком мало места. Ее только можно по центру поставить. Нет, тогда смысла мне нету. Тогда она занимает слишком много места. Нам нужно что-то, что не так много места занимает. Походу, все занимает так много места. Блин, ну мне так понравилась эта кровать. А вот эта сколько занимает места? Подвесная кровать. Слушай, ну подвесная кровать тоже занимает много места. Мне не нравится, сколько она места занимает. Я, конечно, могу взять кровать... Ну, можно такую, в принципе, поставить, но она тоже занимает много места. Давайте посмотрим на что-то из этого. Блин, я сейчас, получается, почти сделаю свою комнату, комнату тиктокера. Я хочу посмотреть на что-то вот из вот этого вот, из модов, потому что в модах у нас были всякие кровати. Может быть, мы найдем что-то небольшое, что сюда идеально встанет, потому что кто знает вообще, как это что встанет, правильно? Поэтому надо посмотреть. Я поставила вот такую вот маленькую кроватку, пока что купила вот такие вот подушечки, так что я их сейчас... А, подождите, давайте начнем с ковриков. Коврик мне, в принципе, нравится. Почему я делаю так? Потому что, мне кажется, так будет лучше. Можно даже чуть-чуть, хотя у нас, в принципе, центрировано, да, оно находится. Я просто хочу еще сюда поставить такую зону, чтобы можно было, если что, посидеть там, почили. Так, ставим вот сюда подушку. Вот так раз подушка. Вот так два подушка. Ну, все-таки мы делаем с вами что-то миленькое. Хотя можно вот сюда поставить подушки. Давайте вот сюда их сунем. Так, и вот эту вот с цветочком подушечку. Вот сюда, вот по центру мы вот так вот пиханем. Очень красиво все это выглядит. Зеркало. Зеркало пока что повесим вот здесь. Оно пока что так у нас вот висит. А вот эти вот штучки прикольные. Значит, смотри, это у нас типа записки всякие. Можно одну поставить где-то с этой стороны, а одну с этой стороны. Вот, давайте одну вот здесь с вами сделаем пока что. Зеркало вот сюда перевесим. Вот эту вот штуку где-то вот здесь. Вот типа перед выходом, чтобы она висела. Можно даже ниже зеркала поставить, а зеркало вот так вот повыше. Типа они друг подружкой вот это вот стоят. Ты такая раз заметочку написала, пока красишься. Такая и умничка, молодец. Ровно не получается. Вот, все. Ровно вот так вот сделали. Значит, смотри, есть стульчик. Типа такой, типа, макияжный стульчик. Он пока что пусть стоит у нас здесь. Взяла вот такие вот штуки. Положим их на окно. Типа вот очень. Создаем уютик. Уютик. Все для уютика. Есть всякая вот такая вот шняга, типа бабская. Вот это вот. Ну, все-таки, я же говорю, у нас будет с вами девчачья комната. Так, вот тут у нас макияжные принадлежности нашей девочки будут. Всякие реснички и прочая чушь. Но все-таки я на тиктоке, потому что она должна выглядеть сногсшибательно. Так, вот эта вот хрень можно поставить пока что вот сюда. Вот эта хрень пусть пока что стоит здесь. А я теперь хочу купить диван. Нам нужен с вами диван, мебель, гостиная, диван. Диван должен быть какой-нибудь такой небольшой. Чтобы он тут уместился. А это насколько большой диван? Ну, кстати, слушай, диван неплохой, но он много места занимает. Ну, тут как бы можно сидеть с друзьями, чилить вот это вот этим вот заниматься. Снимать видясики всякие прикольные. Прыгать вот это вот, понимаешь? Ну, мне нравится. В принципе, диван-то хороший. Можно его даже каким-то интересным сделать. А, нельзя, у него не так много цветов. Видишь, голубой, белый. Блин, ну, это, конечно, это, конечно, плохо. Потому что мы хотели, чтобы было красиво. Давайте сейчас посмотрим, что можно еще. Я даже не знаю, можно поставить какой-нибудь такой диван. Но он выглядит не очень. Угловой как-то смотрелся повыигрышней, как будто бы. Но не хочется, опять-таки, чтобы этот угловой диван был здоровый. Куфики. Ну да, видишь, когда он здоровый, все совсем как-то фу. Ему нужен небольшой, такой маленький, аккуратный. Можно, кстати, вот такой такой, с коровкой, типа, ля, тиктокерс. А что бы нет? А пусть будет вот такой. Дизайн все-таки. Вот здесь вот такая вот тумбочка. Смотри, на тумбочке у нас стоят цветочки. А вот этот столик, в принципе, можно оставить здесь. Типа, она тут же делает макияж. А я только, знаете, что хочу сделать? Я хочу добавить каких-то аксессуаров. Смотри, корзинка. Корзинку мы поставим вот сюда, вот так вот. Типа, что тут что-то, типа, лежит. Типа, какие-нибудь там вещички и всякое такое. А почему бы и нет? Вот у нее вот здесь вот всякие корзиночки. В корзиночках лежит всякая всячина. Сейчас мы что-нибудь туда положим с вами обязательно. Вот, кстати, еще кисточки есть. Вот еще кисточки. Давайте вот сюда присунем к ней. Чудесные будут кисточки. Чудесная комната для чудесной девочки. Можно, кстати, виниловыми штучками сделать красивый, типа, фон. Типа, смотри, вот такой, типа, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ой, смотри, раз, два, три. Ля, какой фон красивый. И вот это вот все тут на этом фоне, конечно, будут приходить и снимать. Потому что очень красивый фон, я считаю, потому что Люда молодец. Так, спонжики мы не будем покупать. Пингвин нам не нужен, книжки не нужны. Они не читают их. Ну, может, кто-то читает, но не все. Так, нам нужно что-то подобие какой-то видеокамеры. Это может быть видеокамерой? Ну, типа, в теории можно представить, что это видеокамера. Что этот телескоп, это такой новый вид видеокамеры. Видеокамеры, которые, типа, это, на штативе. Давайте представим, что это камера. Если будет еще, то, конечно же, мы с вами поменяем. Но пока что нету, поэтому пусть пока что будет вот такая вот камера. Давайте ее поставим здесь вот у входа. А, можно, кстати, ее вот здесь поставить. Пусть пока что стоит здесь, типа. А представим, что это пока что видеокамера. Вдруг я не найду. Если найду, будет классно. Если не найду, то не классно. Так, диньситометр, это не то. Так, хрустальные всякие штуки, мыло, это нам не надо. Очки не надо, аммуникены не надо, энергетики не надо. Салфеточки, куколки, пуколки дырявые не надо. Книжки не надо, все вот это вот не надо. Так, бесполезная на самом деле херня тут, если честно, даже нечего навалить. Хорошо, декор, зеркала. Я бы хотела, конечно, такое зеркало поставить, которое такое маленькое. И его можно поставить вот туда, где она, типа, будет краситься. Но такого, видимо, нет. Камины, камины нет, картины. У тиктокеров, наверное, есть картины, но я не знаю, какие картины там в теории могут быть. Можно продолжить поддерживать нашу цветовую гамму, вот эту вот, такую вот, интересную. И где-то впиндюрить небольшую картинку. Блин, ну они слишком здоровые и слишком не вписываются. Ладно, давайте не будем заниматься вот этим вот. Картины, конечно, мне нравятся, но что-то там идет не так с ней. Хорошо. Рамы, фотографии. Так, ладно, давайте без фотографий. Идем дальше. Подвесные украшения. Подвесные качели. О-о-о. Кстати, прикольно. Балочки. Видите, поставим балочку. Ладно, балочка выглядит не очень. Я думала, будет по-более сексуальному. Так, подвесные провода не надо. Вот это вот нам все не надо. Ловец снов в теории можно повесить. Но только нахрена он. Не, не надо. Он все портит. Так, подвесные украшения еще. Шляпки, собачьи всякие штуки. Кстати, можно какую-нибудь такую типа надпись присобачить. Хотя, если вот тут присобачить. Нью-Йорк, Токио, Бриллин. Нормально. Вот так оставим. Мне, правда, не нравится вот эта вот пустая стена. Которую у нас с вами нарисовалась. Макраме. Давай повесим бабушки на макраме. Чтобы оно висело. Так, пол. На полу у нас все есть. Растения. Вот, кстати, растения это важно. Я бы повесила что-нибудь бы на стену. Потому что это было бы красиво. Это что-то бы свисало. И было бы классно. Так что, давайте как-то усовершенствуем. Вот, например, вот эту вот штучку можно повесить. Нам нужен какой-нибудь белый горшок. Так, а чем они отличаются? Это самая большая, что ли? Подожди, а чем они отличаются? Не понял? Ну, ладно. Очень интересно. Так, вот еще, кстати, горшок. Это у нас папоротник. Папоротник можно повесить вот здесь. Чтоб тоже было красиво все-таки. Девчачья комната тиктокерши, в конце концов. Все-таки она там будет долго жить. Вообще, надо плющ вешать. Блогер же любит плющ вечно этот. Искусственный. Я все-таки... Ооо, кстати, вот это вот мне нравится. Вау, какая она крутая. Блин, а может быть ее куда-нибудь пристроить? А можно я сделаю вот так, блин? А она есть поменьше? Смотри. Блин, она же очень красивая. Блин, и тогда она слишком здоровая получается. Вот мне... Мне как бы она понравилась, но она слишком здоровая. Есть что-нибудь поменьше? Блин, ну там такой горшок был сексуальный. Вот, поменьше. Вот, смотри. Ее можно поставить где-нибудь вот здесь вот. Типа... Рядом с окошком. Ну, чтобы тоже у нас что-то было такое интересное. А вот это вот мы... Вот сюда. Можно даже, знаешь, ближе вот так вот придвинуть. Вот. А... Э! Куда ты ее дел? Верни! Во! Смотри. Ну, вот это вот очень милая комната получается. Мне нравится. Так, стоячие украшения. Так, стоячие украшения. Хорошо, что хоть что-то в этом доме стоит. А то плохо, потому что Людочка здесь одна. У Людки уже ничего не стоит. Уже все давным-давно обвисло. Надо делать всякие упражнения интересные, чтобы не висло, не обвисало. Так, смотри, здесь больше ничего нет. Часы. Часы, мне кажется, не надо. Что еще? Так, мебель. Освещение. Освещение. Выключатель. Давайте выключатель с вами сделаем. А, уже есть тут выключатель. Хорошо. Тогда нам нужно потолочное какое-то освещение. Давайте какую-нибудь вот такую вот штучку белую здесь привесим с вами. Что бы просто было на всякий случай, если вдруг не будет хватать вот этого света, который у нас тут как бы есть. Так, давайте теперь улучшим все то, что мы можем с вами улучшить. Будем думать, что мы можем добавить. Камеру, к сожалению, я не нашла. Но, может быть, я найду вот здесь вот среди своих штук модных, которые я накачала. Что еще можно сделать? В теории можно поставить немножечко полок. Таких-то вот здесь. Ну, чтобы не было так пустовато. Вот эту вот штучку можно предвесить где-то вот здесь. Или не здесь? Нет, там вот она смотрелась хорошо. Вот так. Так. Полочки с вами сделали уже. Умнички уже. Молодцы. Что еще? Что еще в теории может пригодиться в этой комнате? Вот это что? Это у нас цветочек нет? Я думала, это цветочек. Извините. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Думала, это это самое у нас. Так. Стульчики. Все вот это вот. Красиво как. Ну, нам нужно что-то такое интересненькое. Может быть, знаешь, поставить типа вонючку? Ммм. Кстати, давайте поставим коровий стакан. Вот здесь. Вот тут вот. Типа. Типа ля дизайн. Ну, типа, попила кофейку, оставила, забыла унести. Молодец. Надо какие-нибудь свечки, потому что девочки любят вот эти вот свечки. Вот это вот всякое такое вот говно. Так. Цветочки. Марио. Не надо. Альбом не надо. СССР не надо. Динозавров не надо. Это не надо. Все нам не подходит. Можно, кстати, фотографию поставить. Давайте вот здесь поставим с вами фотографию. Типа, ну, все-таки она себя любит. Она себя очень сильно любит. Можно поставить какую-нибудь здесь вазу. Типа, как акцент. Знаешь, акцент. Типа, срок. Сочетание розового, красивого. Ммм. Так. Вот свечки. Но они, кстати, не горят. Я бы хотела свечки, которые горят, бы выбрать потом. Аааа. Я нашла. Аааа. Смотри-ка. У-у-у. Я нашла. Это же прекрасно. Это же великолепно. Это же просто то, что мы с вами искали. Может быть, такую херню повесить здесь золотую? Ну, типа. Мне кажется, перебор у нас тут черный, золотой. Тогда нужно белую. Но белая, мне кажется, будет смотреться не очень. Белая совсем очень не очень. Вот сюда какую-нибудь картину впендюрить или типа того. Вот. Я хотела вонючку поставить. Вонючку вот сюда вот так вот наверх, чтобы тут вкусно пахло. А воня... А, давайте вот сюда ее поставим. Вот здесь она будет лучше сочетаться, потому что здесь как бы черный с черным. Ааа. Вот. А тут как бы надо белое вот что-то такое вот ставить. Так. Обувь не надо. Крустальный шар не надо. Мы шо, лохи какие-то. Собачку, кстати, можно поставить. Смотри-ка. Собачку. Собачку. А куда собачку? А собачка не это. Не подходит нам собачка. Извините. А это что такое? Джонни Депп. Во, реально. Будет автограф Джонни Деппа стоять. Она очень сильно любит Джонни Деппа. Фанатка Джонни Деппа. Ну что ж, мои хорошие. Я готова вам показать комнату тиктокерши, которую я сделала. Надеюсь, вам она понравится. Людка очень старалась над ней. Прям вложила душу. А с вас, как всегда, написать в комментариях. Хотели бы вы в ней жить. Ну что ж, погнали. Вот такая вот комната у нас получилась. Можно снимать во все четыре стороны. Хоть здесь. Даже можно блоги, влоги снимать. Все, что хочешь. Вот тут на кровати попрыгать. Можно посидеть с подружками. Вот здесь, смотри, какая классная зона. Вот здесь можно краситься, собираться. Все очень круто. Здесь тоже можно краситься. Это типа вместо камеры. Я даже нашла фотоаппарат. Он тоже может быть вместо камеры на штате. И, в общем, мне нравится то, что получилось. Надеюсь, что тебе тоже. Пишите обязательно в комментарии, как вам. Ну, а в следующей серии я куплю вагончик. И мы с вами этот вагончик будем смотреть и делать. А в квартире с вами потом, может быть, что-нибудь доделаем. Но это не сегодня. У нас тут есть, как минимум, еще одна комната. Так что нам есть еще над чем поработать. Но я бы в такой комнате хотела бы, конечно, пожить. Пиши, что хотел бы сделать бы тут ты. Увидимся. Пока.